Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстун, и мы продолжаем играть в Дисмантл. Итак, ребятки, на чём мы остановились? Остановились мы на том, что нам сюда нужно добраться, да? И как раз вот здесь есть ещё какой-то вопросик по пути, давайте... Мы как-то вроде мимо того места должны были пробегать, но что-то мы не разведали, что там за вопросик. Так что давайте сейчас мы с вами это упущение исправим. Это где-то вот здесь, да? О, нифига себе, я какой-то... Там какая-то как молния бьёт, да, что ли? А я стал каким-то медленным... Интересно, а если я зомби затащу в эту зону, он тоже станет медленным? Ну-ка давайте, зомби, сюда. Слушай, ну чё-то... Сюда, наверное, как в сталкере надо гайки кидать. Ну не знаю, я не могу сказать, что мне это как-то зона помогает. Я вообще могу сказать, что у меня что-то ХП вообще не осталось. Мне бы пойти подхилиться всё-таки, перед тем, как мы куда-то отправимся. И, наверное... Наверное, надо с инвентарём разобраться. Это, конечно, круто, иметь разные метательные средства из нашего детства. Но давайте на вот какой-нибудь такой всякий случай мы всё-таки приберём с собой бинтов, чтобы хилиться, чтобы лишний раз не спать. Как-нибудь вот типа так. И отдыхать. Хотя бинты не попользуешь во время боя. Так, любой опыт плюс восемь, шанс удвоит добычу. Опыт от рыбалки. Вот рыбалкой я обычно не люблю заниматься в играх. Так что, ребята... Ну давайте просто больше собирать, я не знаю. Я уже как-то решил не прокачивать аккаунт на опыт. Типа... Но, судя по всему, надо было всё-таки прокачивать на опыт. Потому что сейчас складывается такое ощущение, что и в игре, в принципе, немного хороших перков, которые можно взять вместо опыта. Но я изначально думал, мало ли, может быть, там дофига хороших перков. Ну, типа, знаете, как в Фоллауте. И поэтому жалко тратить перки на что попало. Но, похоже, тут что попальных перков давала, и поэтому лучше бы опыт взял. Ну, с другой стороны, можно сказать, что я только начал. Так что нельзя сказать, что вот, я уже опоздал. Пол игры прошёл, типа того. Нет, я могу ещё исправиться. Ну, давайте вот в следующий раз посмотрим, какие нам будут это... ...сыпать предложения. Так, что у нас здесь? Есть что-нибудь интересное? Там вроде какой-то телефон, какая-то электроника. Электронику мы, наверное, возьмём. Вот так вот. И вот этот миксер я тоже поломаю, с вашего позволения. Всё подряд ломать не буду, просто чтобы не тратить ваше время. Ага. Так, ну с этим парнем мы, наверное, вот этими ножами... 124 урона. Ну, неплохо. Я эти ножи специально в рюкзаке оставил, чтобы вот в какую-нибудь такую жирную цель сразу по три ножа заряжать. Ну, пол-хп они ему сносят. Вот этот зомби, он, в принципе, полезный. Хотя как полезный? С него, по-моему, резину дают, да? Резина, в принципе, мне раньше была очень нужна. Блин, он сейчас два раза решил харкнуть. Блин. Сейчас не сказать, что мне уже сильно нужна резина. Блин, он всё заблевал. Вот одно попадание пропадает. Это вот этот вот мне мешается, с толку забивает. Блин, ещё сейчас этот будет мне мешаться. Давайте его уже добьём. Вот. И всё это ради одной штучки резины. Мне кажется, знаете... Мне кажется, я больше не буду с этими толстяками сражаться, потому что у меня такое ощущение, что затраты времени несоизмеримы с наградой. Ну, как бы его долго расчехлять, если бы у меня оружие было помощнее, чтобы я с ним быстро справлялся. Или я более рукастый был, чтобы делать это быстрее, а не вот так вот мансить. Но в чём суть? Резина сейчас уже не такой стала проблемой, как раньше, чтобы ради неё так заморачиваться. Так, мы здесь зайдём, осмотримся. Продукты, питание. Так, плита для готовки. Мне надо, знаете, как-нибудь наведаться на мой огород, собрать там овощи, наверное, засадить тут же новые. Так, сюда мы скинемся. Давайте у костра отдохнём. Чё бы нет. Какие-то чертежи нам горят. У нас новые появились. Я могу скрафтить отмычку, наконец-то, базовую. Могу сделать какую-то шляпу, которая уменьшает заметности. То есть на меня меньше будут зомби реагировать. Меня это пока что не парит. И плюс блокировка урона. Обойдусь. Скорость рыбалки плюс 50. Это, конечно, хорошо. Вот что отлично. Вот что мне надо, ребят. И я могу это создать. Урон рубящий. То есть, смотрите, на секундочку. У нас лом, лом, дробящий урон. То есть, наверное, какие-то разные враги имеют, может быть, уязвимость к разному типу урона. Это раз. А два, кто-то мне, птичка нашептала, на стриме, по-моему, парень писал мне, что мачете еще позволяет ломать всякие покрышки. И тем самым я смогу ну и еще легче добывать резину. Вот, правда, базовая отмычка у нас маленько откладывается на будущее, потому что железо мы уже потратили. И что-то у нас там был набор для башни. А, сюда тоже нужно железо. Вот сейчас, в общем, больше всего проблем с железом. Обладают различными... Например, останавливают возрождение монстров, позволяют получить бусины маны. Что такое бусины маны, я не знаю. Раньше я думал, зачем мне останавливать появление боссов. Ой, появление монстров на карте. Но сейчас я думаю, бусины маны, как интересно. Максималка ХП. А, требуется железо. Нет, извините, ребят, я обойдусь пока что без максималки ХП. Что-то у меня с железом проблема. Эй, почтобанк. Где бы нам железо добыть? Вот в этом ящике. Металлолом. Я не помню. Я, знаете, все ломаю подряд, но иногда просто не обращаю внимания, откуда именно мне падает железо. Вот, смотрите. Не могу, да, эту покрышку ломать. Ну-ка, давайте проверим, где там наш мачете. Я могу, по идее, наединить... Мне надо, наверное, вот сюда вместо серпа. Я, в принципе... Или вместо лопаты. Вместо лопаты давайте добавим. Вот так. И, наверное, поменяем их местами. А серп сюда. Так. Да, ребят, вот. Изи способ добывать резину теперь с помощью этого мачета. Правда, вот видите, это я не могу ломать этим инструментом. А вот ломом могу. То есть, ну, как бы придется их периодически переключать туда-сюда. Но у меня появился изи способ добыть резину. Опа. Смотрите, 41 урона. Силовой атакой. Новый рецепт. Бургер. Капуста не хватает. Еще пшеницу надо где-то надыбать. Мачета по 30-ке бьет. Лом по 28. Но мачета даже повыгоднее маленько, если что-то ломается с помощью мачета. Вот, кстати, где железо добывается. В каком-то таком кухонном гарнитуре. Но не в таком, а вот в таком, типа, капитальном который. Так, ладно, спасибо. Он, может быть, в телеке какой-нибудь железо. Нет, но здесь электроника тоже вещь полезная. Так, ладно, пойдемте сбегаем на наш костерок. Он здесь рядышком был. Видите, насколько быстро все-таки захламляется и рюкзак. Вот мне однозначно нужно прокачать рюкзак. Вот это бесспорно. Так, где зайти? Нигде, что ли? Блин, где я вход-то пропустил? Вот. И вот здесь можно тоже обыскать шкаф. Нет? А, погодите, вот я сразу не заметил. Здесь комп. Вот с компа какой-то редкий материал падает. А, это не такой хороший комп. Помните, мы на какой-то станции электрической сломали комп? Вот с него падали редкие прям материалы, а здесь все попроще. Так, ладно, окей. Давайте маленько отвлекемся. Мы куда бежим? Мы бежим вот сюда. Нам, в принципе, не так далеко. И здесь еще есть ящик с таймером. Мне опять же, это, по-моему, тот же человек подсказочку давал про ящики с таймером. А, погодите, здесь заблокирована дверь. А как ее открыть? Чтобы заблокированную дверь открыть, это, по-моему, надо вот с той стороны разломать вот этот вот. И здесь тоже дверь заблокирована. Да подойди ты, получи свой удар по лбу. Не, не хочет. Умный зомби. Ладно, будем тогда тебя короткими атаками атаковать. Да, е-мое. Да, что я? Это же было так глупо повдохнуть. Я всегда так хорошо с ними сражался, просто, по сути, это самые тупые зомби. Вот давайте. Сдохи, хорошо. Я сейчас покажу, как их надо убивать. Я не знаю, что со мной пошло не так. Там просто бегаешь вокруг них, они глупые. Такие же, насколько глупой была сейчас моя смерть. Вот так его надо убивать. Я не знаю, что у меня, ребята, минутное помутнение рассудка было. Вы уж меня извините. Смотрите, здесь все заблокировано. Здесь все входы в этот дом заблокированы. То есть единственное, где можно пройти, это вот здесь. Опа, а здесь еще зомби толстяк. Короче, вот так надо в этот дом заходить. Он меня, кстати, заблокировал. Ты мне дашь пройти? Правда ведь? А, прикол. А можно тебя как-нибудь? Ладно, нельзя. Я надеялся как-нибудь через ящик его доставать. Но я, наверное, могу подбегать, как-то ударять, бежать за ящик. Но с другой стороны, с другой стороны, мне не надо на него тратить время. Мне просто вот здесь бы расчистить. Вот, да, я могу этот стеллаж снести. Конечно, лучше бы вот тот, прям, который за спиной у того толстого зомби. Почему? Смотрите, вот этот ящик, да, который сейчас в здании, мне один подписчик написал, как они работают. Это типа челлендж. У них есть какое-то время, за которое их надо успеть добежать до них и собрать. И этот таймер обновляется, когда я посплю на костре. Ну, не посплю, а именно просто с костра встану. То есть мне надо на любом костре в ближайшем встать, и успеть как можно быстрее добежать до этого ящика. Вот и все. Что там вот этот таймер сбрасывается, когда ты отдыхаешь у костра. Вот типа я встал и надо добежать успеть до этого ящика, быстро минуя все, прям его активировать. Вот. И мы здесь получаем ну, какое-то железо дали и кучу рулонов. Прям нормально, да, насыпали. И как раз то, что нам нужно. Железо нам очень нужно, так что мы сразу идем отдыхать еще раз. Так, что мы там хотели за железо скрафтить? Ну, отмычку однозначно, да. чтобы когда мы будем встречать какие-то места интересные сразу иметь возможность их открыть, а не проходить мимо в смысле о том, что мы когда-нибудь сюда вернемся. Потом меня сразу интересует, что мне нужно. О, погоди, рюкзак однозначно прокачиваем. Наконец-то мы прокачаем рюкзак, это прямо отличная новость. Еще три раза могу его качнуть. Опять же, несложные материалы. Нужны там шкуры, маленькое железо. Меня интересует мачете. Опять же, железо и пластмасса. Короче, сейчас железо это номер один, что нам надо. И в этом плане нам очень повезло. Нам очень повезло, что мы сейчас такой хороший сундук открыли, в котором прям куча этого железа была. Здесь много керамики. Нужна мне керамика. А, кстати, можно как-нибудь посмотреть вообще сколько у меня ресурсов? Вот, керамики сороковка. Почистим. Так. Да, керамика. Можно еще столы ломать ради древесины, но вот вроде как раз что-что, а древесина мне не сильно нужна. хотя потом может понадобиться в больших объемах. Ой, радио. Контейнер с сентарными пилюлями. Ха, это который на самоубийство? Ну-ка, еще раз повтори, что ты там говорил про них? должны были получить. Не бойтесь использовать его, он дарует вам вечный отдых. Зашибись, они всех людей куда-то собрали и убили их, что ли? Я научился, как с этим бегающим надо прямо встать, когда он заносит удар. Если ты будешь от него без конца убегать, он тебя как бы на ходу будет бить. Но если ты тупо остановишься и дашь ему начать делать замах, то в этот момент можно отбежать. Вот как-то так он работает, этот парень. В общем, не самый сложный, просто надо знать, как он работает, этот зомби. Картошка. А вот здесь вот... А, нет, вот эту раковину надо сломать ради металла. Так, у нас опять нету места. Да что, что ты будешь делать? Как быстро... Вроде и рюкзак, да, маленько качаем, но это вообще нам не помогает. Рюкзак безумно быстро заполняется. непростительно быстро, слишком быстро. А радио в воздухе висеть осталось. Так, ладно, в сборщика ресурсов поиграем потом. Вон резина, кстати. зомби здоровяк меня не особо интересует. Я проще вот так резину добуду, чем с этим зомби сражаться. Тут еще какой-то ящик есть с пластмассой. Так, а куда мы идем? Где-то же здесь недалеко, ну вот просто по прямой туда. Ой. Все-таки пропустил его атаку. Ага. Вот канистру уже я не могу сломать. Мачета. Мы, короче, идем до точки, ребят, но не спеша. Короче, я решил, сегодня у нас будет все-таки неспешное видео, где мы будем ходить, собирать ресурсики. В общем, сегодня показываю игру, как она есть. А следующее видео, скорее всего, уже будет прям таким, знаешь, длинным стримом по Dismantle, где вот мы как раз наверное, вот как-то так и будем бегать. А то, знаете, еще более нудно, собирая прям чуть ли не все ресурсы. Ага, яйцо, которое некуда взять. Это что тут за такое? А это просто дерево. Здесь какие-то леса, здесь бы животных половить, мне шкуры нужны. Но с другой стороны, о чем мне толку сейчас эти шкуры. У меня рюкзак забит. Тут, конечно, есть какая-то кнопка, чтобы забрасывать какие-то предметы. Вот, ребята, отлично, приехали. Тут какой-то квест. Терминал рядом со стеной, похоже, подвергся к короткому замыканию. Возможно, это связано с влажностью местами. Возможно, его можно починить. Возьмите с собой необходимые материалы. Ну и что вам? Какие материалы нужны? Пять. Ага. И я должен это из рюкзака, да, достать? Внутри у меня было с собой. Вот зачем нужна возможность доставать вещи из сундука. Я сейчас таким навыком не обладаю. А надо бы навык прокачать, потому что бегать сейчас по всей карте в поисках именно микросхемы, резины, это геморрой. Но это как раз то место, куда мне надо попасть. А, нет, мне надо сюда попасть, а это задание на будущее. Окей, а мне надо на ретранслятор, и он вот где-то вот здесь вот. О, у них здесь сундук. Вот этот сундук мы сейчас обязательно постараемся открыть. Ну, давайте попробуем. Вот этот дом я пробегаю и вот так по прямой. Зомби типа пофиг. Главное в кустах не замешкиваться. И теперь где-то вот здесь должен быть этот сундук, да, вот по прямой. Успел, еще 2 секунды осталось. Отлично. Шкуры это хорошо. Но нам нужна сейчас, значит, резина и микроэлектроника. А, ну мы сейчас вот как раз на ретранслятор сходим, может быть, там что-то по пути выбьем. Хотя... мне кажется, вряд ли. Микроэлектронику надо в домах искать. Да блин, я там что-то застрял. Ну ладно, это не стало проблемой с другой стороны. Там еще пару рулончиков бы взять мимоходом, да? Ладно. Всегда этот толстяк, как бы, когда ты хочешь взять эти пару рулончиков и потом видишь этого толстяка, ты такой, да, и... ладно. ты кто такой? Он, в принципе, ведет себя так же, как зомби Бегбун встреченный до этого, только он какой-то более гадкий что ли, у него... Блин, слишком вас много. Да, ой, е-мое. Вот именно из-за того, что много зомби, не можешь сконцентрироваться на одном, начинаешь такое глупость сделать. В принципе, был бы он один, было бы, в принципе, в целом пофиг. А, и мы еще сдохли. Мы, наверное, сейчас потеряли, я не знаю. Я, честно, не знаю, что здесь происходит при смерти. Ты, вроде как, можешь поднять вещи свои, но вопрос вопрос в том, можешь ли ты поднять все свои вещи или только какую-то часть из них. А если ты два раза сдохнешь, ты можешь поднять только свой последний труп? Ну, вроде как, мне кажется, шкур было четыре, мне кажется, по одному предмету, наверное, отняли. А может быть, там рандомно какие-то предметы забрали, какие-то нет, не знаю. Так, ладно, пойдемте на костер скинемся. скинемся. нашего сегодняшнего видео. А мы тут хоем всякой ерундой занимаемся. Ну, хотя я это заявил не как цель нашего сегодняшнего видео, а как просто цель ближайшую. Но так уж получилось, что, наверное, это как раз стало целью всего нашего видео. Да, блин, там какая-то преграда была. Так, вот вход, да? А, вот он, этот гад. да, ё-моё, как он больно бьет. У меня, по сути, осталась только одна возможность его любой пропущенный удар и я проиграл. так, С него ещё микросхемы выпали. Так, ну, мне бы, мне бы вот так подхилиться. Причём, наверное, сразу пару раз, потому что я почти умер. А вот эти бинты, они восполняют половину хп. Ещё один бинтик остался. Так, ну, ладно, давайте посмотрим, что эти зомбари охраняли. Не просто вот прямо и вот сюда. Там ещё какой-то человечек нарисован, чтобы это не значило. Кто там орал? бин, а он меня не заметил, и я наверное, тоже не хочу, чтобы он меня замечал. Вот ретранслятор. Это каменная скрижаль выглядит интересно. Метеорит какой-то падает на землю, да? здесь описана легенда о древних людях, населявших остров. Всё началось с того, что с неба спустилась великая голубая слеза. с огромным громом она ударила в мать землю и разорвала её. Так нам пришла мана, горько-сладкий дар неба. выясни, что случилось с древним островным племенем. Они распространили зомби-вирус. Может быть мана действительно пришла из космоса в виде метеорита или чего-то подобного? Мы начальные задания выполнили, нам нужно ещё открыть ворота. Теперь ты можешь вернуться к воротам на точке эвакуации. Ну, кстати, знаете что, ребят? Давайте сначала я вот так сделаю ещё. маленько тут пособираем припасы. Я же теперь могу перемещаться по карте быстро между ретрансляторами, разве нет? я же вроде что-то такое изучал. Вот, допустим, башня связи. Разве я не изучал какое-то быстрое перемещение между ретрансляторами? Так, ладно, я, ребят, не знаю, как я могу посмотреть древо навыков, если я не на костре. Ну, вот здесь вроде какие-то показывают мои навыки, да, которые я прокачал, какие ещё не прокачаны, но доступны и какие недоступны. Смотрите, как много навыков, да, ещё предстоит открыть. И как много ещё здесь в принципе рецептов всякой пищи припрятано. Но, я так понял, нет, вот это типа мини-ретранслятор по квесту, а есть ещё такие большие башни-связи, которые открывают локацию, дают тебе карту этой локации и которые, на которые можно оборудовать специальный набор, который будет подавлять воскрешение зомби на этой локации. В общем, вот на тех башнях я между ними могу перемещаться, а не между этими. Так что, ну, может быть, это и хорошо. Давайте для начала вот смотрите, у нас резина электроника есть, как раз бегаем на КПП, их сбросим, да? Осталось, в принципе, три микросхемы и три резины. Давайте здесь где-нибудь вокруг побегаем, наверное, пока не добудем, но давайте так, друзья, я уже побегаю, подобываю здесь ресурсы в округе за кадром, а следующее видео мы, наверное, уже сделаем стримчиком, чтобы форсировать развитие игрового сюжета, ведь на стриме можно играть три-четыре часа к ряду и так далее. А у меня на этом всё, друзья, с вами был 1111, спасибо за просмотр и до новых встреч!